Первопроходцем в чипировании в Когалыме стала трехлетняя кошка Дася. Ее хозяйка Ольга Чупорина, ветеринарный врач. Процедура оказалась довольно простой, хотя поначалу Дася неохотно вышла из переносного контейнера. Специалисты уговаривали и как могли успокаивали животное. Ну не бойся, мы тебя любим, мы тебя не обидим, только чуть-чуть тебя комарик укусит и все. И совсем не больно, вот и все, молодец. Поняв, что ей ничто не угрожает, Дася сдалась ветеринарам. Электронный чип, вживляемый животному, содержит 15-значный идентификационный номер, который является для кошки или собаки своего рода паспортом. Все, моя хорошенькая, все золотая. Видишь, чуть-чуть тебя комарик укусил и чудненько. Ты будешь самая счастливая. Первая кошка. Процедура чипирования достаточно проста. Собакам и кошкам микрочип размером зернышка вживляется под кожу в области холки с помощью специального шприца. Номер чипа уникален, возможность подделки исключена. Его невозможно потерять, в отличие от бирки или ошейника. Запрещено чипировать кошек и собак тоже, если они, например, болеют или если есть подозрение на второй чип. Второй чип проверяется сканером. Если чипа нет, то все эти мероприятия проводятся и животное регистрируется. Согласно постановлению, все кошки и собаки, принадлежащие гражданам и предприятиям, подлежат обязательной регистрации в государственной ветеринарной службе. Это же касается и перерегистрации в случае смены владельца. Для хозяина, который отказался чипировать животное, предусмотрена ответственность. Сначала предупреждение, а потом и наложение штрафа размером 2000 рублей. Данная процедура будет стоить 585 рублей. Это вместе с чипом и самой процедурой. Ну и, естественно, и сканирование после этого. В Югре создается единая электронная база, которая будет интегрирована в общероссийскую. В нее занесут всю информацию о животных и их владельцах. Это не только облегчит поиск потерявшихся питомцев, но и даст возможность наказывать безответственных хозяев, отпускающих собак и кошек на самовыгл или выставляющих их на улицу. Сергей Ефимцев, Евгений Скляров. Специально для новостей.